В то время как из России уходят легковые модели Ford, марка Lada решила покинуть европейский рынок. Ирония тут уместна, ведь в обоих случаях виноваты экологические нормы. Слишком жесткие в Европе и либеральные в России. Если Ford не нашел в себе сил создавать удешевленную линейку для российского потребителя, без гибридных надстроек и прочих атрибутов современной жизни, то Lada не подружилась с экологическим стандартом Euro 6D Temp, введенным прошлой осенью. Крупные европейские производители давно готовились к нему и оснащают сажевыми фильтрами даже бензиновые модели. Но АвтоВАЗ в прошлом году продал в Европе менее 5,5 тысяч машин, и серьезная модернизация двигателей не оправдана. Вдобавок у альянса Renault-Nissan уже есть бюджетный бренд на европейском рынке. Это Dacia, и внутренняя конкуренция с Lada совсем ни к чему. Поэтому экспорт в Европу прекращается до лучших времен. Наступят они не раньше осени 2021 года, когда Lada представит новое поколение кроссовера 4х4. Еврокомиссия постановила, что в 2021 году средние выбросы углекислого газа у легковых машин должны упасть до 95 грамм на километр. Поэтому каждому производителю установлены индивидуальные нормы, в зависимости от средней массы выпускаемых моделей. Кто не впишется, заплатит штраф по 95 евро за каждый сверхнормативный грамм у каждого проданного автомобиля. А в пересчете на многотысячное производство это уже миллионы евро. В рамки дозволенного наверняка уложатся Honda, Jaguar Land Rover, Volvo, Toyota и Allianz Renault-Nissan Mitsubishi. А вот у группы Fiat Chrysler, которая не предлагает в Европе ни гибридов, ни электрокаров, проблемы. Поэтому итальянцы объединились в пул с Теслой. Правилами такое не запрещено. Американская марка получит живые деньги за пользование своей невостребованной квоты, а концерн FCA избежит штрафов.